Всем привет! Меня зовут Лена, вы на канале Читоки по-прежнему. Зачем я к вам сюда пришла сегодня? Так просто поговорить, что-нибудь интересное рассказать, что-то вроде влога. Сейчас я разжилась несколькими ароматами. На самом деле, у меня бывают такие приступы. Мне почему-то хочется резко попробовать чего-нибудь из Эйвана, Арифлейма, Фаберлика и прочих каталожных ароматов. Я не знаю, почему такое бывает редко, но метко. Я если попадаю на какие-то ароматы, которые давно хотела, я покупаю сразу целую гору. Хорошо, что хоть такие ароматы можно найти по достаточно бюджетной цене. Есть свои люди, ну как бы распространители, которые продают с хорошей скидкой. Сегодня разжилась такими вот сумочным вариантом вот такой вот новиночки. My Everything. Мне показался очень приятным, нежно, каким-то розово-фиалковым что ли. Не знаю, может я ошибаюсь, почитаю пирамиду, но вот на первый нюх он мне показался таким. Еще купила вот такой вот Mesmerize Black. Я, честно, даже не читала пирамиду, просто соблазнилась на запах. Мне дали попробовать, я понюхала и понравился. Потом купила себе вот такой вот Альфа. Лимитка, какая-то лимитка 30-миллилитровая. Я наслышана об аромате и на самом деле я уже его занюхала. Кстати, название свое полностью оправдывает. Это действительно такой аромат, больше унисекс для меня. Вот действительно он тянет на какой-то классический арабский унисекс. То есть он очень, мне показался таким древесно-мускусным, при этом фруктовым, каким-то фруктовым древесно-мускусным. То есть он стартует яркими, прям кислыми-кислыми фруктами, а в базе остается прям брутальным мужским ароматом. То есть я бы его реально могла перепутать с чем-то мужским. Меня он этим подкупил, мне понравилось. Это, конечно, такой брутальный, очень-очень мужской, даже остаток у него. Меня он этим заинтересовал, по крайней мере для Эйвона это очень, мне кажется, нехарактерно. По крайней мере, я ни разу не встречала у Эйвона ароматы подобного характера, чтобы это прям было что-то такое бешено-бешено, унисексовое, наполовину мужское, наполовину женское. Это очень интересно, на самом деле. И никакой эйвенской базы я в нем не слышу. И последнее, что я купила чисто по пирамидке, аромат очень дешевый, на самом деле, это вот такой вот имари, именно фэнтези, потому что о классическом имари она слышана и даже один раз его обоняла, меня он не впечатлил. А вот именно фэнтези за счет своей гурманской карамельно-фруктовой пирамиды меня очень заинтересовал и, в принципе, не разочаровал. Аромат очень приятный, успела нанести только на блотер, ну, в общем, дома буду разнюхивать. Вы мне скажите, как вы вообще с ароматами эйвен, с последними дружите или нет? Потому что меня, допустим, очень разочаровала их вот эта новинка. И в Confidence, по-моему, у меня есть, я писала о ней в Инстаграме, о том, что это просто какой-то позор эйвена. Это абсолютно классическая эйвенская база с какими-то непонятными цветочно-фруктовыми аккордами. Не знаю, я слышу так явно эти дешевые эйвенские нотки, что мне даже не хочется дотрагиваться до этого флакона. Он оставляет очень классическую такую базу, ну, дешево-мыльную на мне, не знаю. Не могу, не буду голословной. Может быть, кому-то он нравится и кому-то очень сильно подходит. Вы мне, пожалуйста, напишите вообще свое мнение о последних ароматах марки эйвен. Друзья, всем привет! Меня зовут Елена, и вы на канале Читоки. Сегодня захотела снять такое быстренько видео, похвастаться и сказать огромное спасибо. Я получила вчера кучу подарочков от своей знакомой. Не знаю, является ли она моей подписчицей на Ютубе, но знакомая, очень хорошая женщина, с которой мы обменивались раньше пробниками, различными ароматами. У нее, к сожалению, произошла не очень приятная ситуация. У нее маленькому сынишке предварительно ставят аллергию, и поэтому из-за этого она сейчас распродает и освобождается от своих парфюмов. Тоже такая она парфюмерный маньяк, но, к сожалению, так вышло, что приходится ей от чего-то избавляться. И вчера она меня просто ошарашила такой новостью. Она решила мне подарить целую вот такую, как вы сейчас видите, горку, кучку всего самого прелестного. Она вообще очень большой любитель винтажей. И вот видите, вот эти вот ароматы, которые у меня лежат здесь, здесь много винтажиков всяких. Я вам сейчас все покажу, просто чтобы еще раз сказать спасибо. И опять же у вас спросить, вот, ну если насчет всех ароматов я, конечно, знаю, где искать информацию и так далее. Насчет вот этих вот некоторых винтажных, возможно, у кого-то из вас есть. Поделитесь мнением, расскажите, что, как, нравится, не нравится, и стоит ли вообще этому как-то уделять внимание. Я сразу прошу прощения за свой маникюр. У меня случилась беда, у меня целый ноготь отошел, и некогда мне сделать маникюр. Видите, тут более-менее, а здесь вот такая беда случилась. Поэтому буду вам показывать вот такими вот жуткими, жутким, безманикюренным одним ногтем. Будем считать, что так и надо. Значит, смотрите, что у нас здесь. Первый аромат, это у нас, сейчас не наводится резкость, давайте попробуем. Так, это у нас, сейчас я вам прочитаю. Не хочет наводиться, да что ж такое. Эликсир, ароматикс, а, это ароматикс эликсир клиник винтажный. То есть, видите, я фанат очень большой. Ароматикс инблэк, ароматикс черри, а это у нас получается клиник ароматикс инблэк. Так, да, вот он, эликсир клиник духи винтаж. Видите, вот такая вот прелесть. У кого, может, из вас лежит еще винтажная версия, поделитесь, что и как. Дальше у нас здесь еще раша фам, духи винтаж. Раша никогда не пользовалась ничем, нужно попробовать. Еще у нас здесь лежит, сейчас почитаем, что это такое, сейчас. Секим, ланком, эду туалет, 70-е годы. Вот такая вот прелесть. Секим, ланком, 70-е годы. Здесь уже новодел Дольче, Дольче Габбана и вот так. А, и Кассиопия, Тициана Терренти. Кстати, появилась у меня новая хотелка в виде вот этой Кассиопии. Я вчера потестила на себе вот этот пробничек и поняла, что это то, чего мне не хватает в жизни. Еще мне достался вот такой Сильвера Талерихаб. Я его тестила, знаю, прекрасно. Вот такой свеженький аромат, больше в мужской направленности. Ну, думаю, все равно мне в любом случае пригодится. Эскада вот такая, Маргаретта Лэй. Маргаретта Лэй. Вот, тоже винтажная. Мне говорили, что она уже очень-очень старенькая. Вот в такой вот, в таком флакончике. Видите, полная абсолютно. Дальше мне отдали Шанель Шанс вот такой в остатке. Это, как мне сказали, один из первых выпусков. То есть, очень старый. Классический Шанс. Не знаю, какого года, но сказали, что очень-очень старый. Салфеточка Уи Аля Мур. У меня есть этот аромат, поэтому салфеточку израсходую. Наверное, в белье положу или просто пусть лежит. Алюр Сенсуэль. Вот такой пробничек. Опа. Никогда раньше, кстати, не имела дело с Алюр Сенсуэль. Вот, очень хочется попробовать. Шанель Лез Эксклюзив. Здесь мне достался. Здесь у нас Беж, по-моему. Такой вот Лез Эксклюзив, да. И, да, Беж. И самое просто бомбическое, то, от чего я просто в восторге пищала, это вот такой вот целый флакон 50 мл Эдена. Я не представляю вообще, это, наверное, сейчас очень дорого стоит, хотя это наладел. Я очень давно хочу Эден. Не хватает там буквально несколько мл, может быть, 3-5 мл не хватает от 50. Это шикарный аромат. Я думаю, что я скоро сниму видео о таких вот подобии, таких ароматов, как болотисто-лесные, что ли. Я обожаю такого рода ароматы. Я не люблю водянистые, не люблю ароматы с лилией, вот именно такой водяной лилией, но обожаю ароматы, которые пахнут влажным лесом после дождя, которые пахнут прибитой пылью, которые пахнут вот этой влажностью и сыростью. И особенно здесь вот этот аромат ярко выраженный, чуть-чуть немного болотистый. Но я, в общем, в восторге. 50 мл такого счастья у меня в хотелках давно, в моих записан Эден и Лулу. Лулу я тоже приобрету в скором времени, но я никак не ожидала, что Эден вот так вот мне достанется просто в подарок. Поэтому спасибо огромное еще раз за такие подарочки. И всем хорошего дня, хороших парфюмерных покупок. И всем пока-пока.